Теперь каждый четверг в городском управлении госдоходов этот день консультации принимают и консультируют с 9 утра и до половины седьмого вечера. Самая популярная тема для вопросов продажа недвижимости. Как оказалось, те, кто решил избавиться от жилья или, например, гаража, должны платить налоги за доход. Если вы гражданин Казахстана, имея собственности квартиру, собственности менее чем один год, при его реализации возникают следующие налоговые обязательства. Вы должны будете оплатить подоходный налог в случае положительного дохода. К примеру, вы приобрели данную квартиру за 8 миллионов тенге, а продаете за 10 миллионов тенге. Соответственно, на разницу 2 миллиона, положительную разницу, вы должны оплатить подоходный налог. Если вы имеете в собственность, как гражданин Казахстана, квартиру более чем один год и один день, соответственно, при реализации не возникает никаких налоговых обязательств. Оплатить налог необходимо не позднее 10 апреля 2019 года, если недвижимость реализована в 2018 году. При этом оказалось, что нормы налогообложения для казахстанцев и иностранцев, продающих местную недвижимость, разнятся. К примеру, вы реализуете квартиру, собственность, которая находилась у вас уже более даже один год. Здесь, получается, нет предела по периоду владения. Хоть 10 лет, хоть 5 лет при реализации обязательно возникает налоговое обязательство. Если это у граждан Казахстана 10%, то у нерезидентов 15% на положительную сумму дохода. Но если дохода нет, нет, получается, обязательств по уплате подоходного налога. Нередки случаи, когда нерезиденты получают в Казахстане наследство, говорит Эйгос Байгонова. Перед продажей нужно провести оценку недвижимости. 20% по ценочной стоимости – подоходный налог. Сохраняются и требования налогообложения при положительной разнице между суммой оценки и продажи.